Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире авторская программа Владимира Антипенко «Театр поэтов». И сегодня её веду я, поэт Галечка Титова. У меня в гостях питерский поэт и музыкант Дмитрий Панов. Здравствуйте! Дим, здравствуй! По традиции мы начинаем передачу с твоего стихотворения. Ну, попробуем сразу так с утра. Выстелить плечи цветами мая, думал, стихами звеня играя. Ягодой греть глаз твоих, лукошка, жажду мешая похмельной ложкой. Жадная хапка из грести застолья, выменить воды на богомолье. В милость елея, гортань лелея, не поборол ветрогон барея. Густо споткнулся, а не отпетых, пузом полёг, как и те в поэтах. Выжив до изнурит тело губку, не изменяя ни тьме, ни кубку, Не потакая ни дну, ни веку, радугу плёл через сердце реку. Вечность измаев в сожжённом храме, тлен перемерив в погостной яме. Выхлеба в хлябе спиртной цистерну, глаз твоих высосав всю инферну, Сдал спецодежду мой искуситель, скинул крыла трубочист-хранитель. Не приманив козырей за ворот, чахлой чахоткой стыл горе город. Я уходил от наветов прежних, запеленавшись в слова нездешних. Отлично, Дима, отлично. Ну что, давай рассказывай, как ты попал на эту дорогу, на путь поэзии? Да само как-то началось с нескольких строчек, более-менее осознанно это произошло лет в 12, наверное. Ну, потихонечку, потихонечку. В 12-13 лет я уже считал себя сложившимся поэтом. Лет в 16 наступил период сомнений и уже такой более серьёзной работы. Переосмысления. Лет в 20, да, уже что-то стало получаться похожее на стихи. Вот, ну как-то так. Наверное, потому что не мог вот не заниматься этим. Но сейчас, насколько я понимаю и как я представила зрителям, ты не только поэт, ты и музыкант. То есть ты человек, который поэзию чувствует не просто словами, а сразу, видимо, у тебя в голове как-то всё это представляется музыкально. Вот расскажи, как ты это совмещаешь и есть ли у тебя какое-то предпочтение, я именно музыкант или я именно поэт? Ну, так сложилось, что, если очень грубо говорить, музыка как вид искусства мне, наверное, ближе, чем чистая поэзия. Ну, потому что я считаю, что музыка это вообще самый универсальный из искусств. То есть практически человеку не надо особо прикладывать никаких усилий, чтобы понять, прочувствовать, через себя пропустить, как-то оценить. Вот. А всё пошло, в общем-то, с увлечения, с одной стороны, западной рок-музыкой классической, а с другой стороны, конечно, русским роком. В основном, это питерская школа 80-х, то есть там Башлачёв, Цой, Кинчев и так далее. Ну, вот, из тех, кого ты сейчас перечисляешь, прежде всего, это же люди, чем, понимаешь, музыкант, музыканту рознь. Бывают замечательные электронщики, люди, которые просто делают музыку. Тех, кого перечислил ты, они всё-таки поэты с большой буквы. И вот вы тоже можете ознакомиться, дорогие друзья, с творчеством Дмитрия в интернете, можно его найти. И так же, как и театр поэтов послушайте, можно просто поискать ВКонтакте по сообществам, легко это сделать. И Дмитрия тоже там, вы найдёте и увидите, и меня, Галечку Цитову. И, Дим, это же всё-таки, всё-таки, вся музыка, которую делаешь ты, если почитать отдельно текст, это поэзия, это очень хорошая поэзия. Ну да, я так стараюсь писать универсально, чтобы тексты песен ещё, ну особенно раньше старался, они ещё читались с листа. Ну вот как вариант того же Башлачёва, он в принципе читаем абсолютно... И у него сборники, я помню, выходили, даже у меня где-то, где-то у меня был сборник именно стихов Башлачёва. Поэтому, ну, если подводить итог вот этому вопросу, то, наверное, мне нравится вот это сочетание, то есть такой сплав музыки, поэзии. И, в общем, для западной культуры это тоже было в полный рост свойственно, вспомнить Джима Моррисона, Боба Дилана и так далее. Ну, давай тогда мы, наверное, что-нибудь ещё послушаем тебя как поэта, раз ты у нас сегодня без гитары. Можно, но у меня такое лиричное настроение, холодное лиричное, вот, потому что у нас очень холодно в Петербурге. У нас холодная весна, да. Да. А стихотворение тогда про сентябрь, вот как ни странно. Дрожали возноб объятия, сентябрь краснел рябиной, Прохлада плела апатии, залива тянула тиной. Мечталось о прошлых хороших днях, сползали пустые вести, Фасадами в старых пролежнях и крышами сплошь из жести. Сидели и снова верили, что вечность мудрее утро, Увечья стаканом мерили, дрожали похмельем утла. Неслось окаянное звончий жги, рвалось свистоплясом синим, И дамы ломали зонтики, мешая гламур с мартини, И кролик с глазами пьяницы ронял в тротуары траур. Никто никого не хватится, все мимо, миледи, фрау. Натужные рукопожатия, объятия над картой винной, Прохлада плела апатии, залива тянула тиной, И город, как будто с просонья тих, сквозь памяти по золоту, В каденциях альбиноньевых навек уходил под воду. Отлично, отлично, Дим, давай тогда, раз уж мы завели речи про город и про погоду, А у нас весна-то какая выдалась, да? Нам зимой теплее было. Было. Все-таки нет, это же весна, это март, и давай, признавайся, колись, Лирики у тебя есть много, потому что, ну, а какая весна без романтики? Солнышко пока не радует, но, может быть, мы порадуем зрителей. Ну вот, собственно, вот лирика, она такого плана, как сейчас была прочитана. А что-то вот более любовное направление. Ну, сейчас попробуем, попробуем, то есть уже читаем, да, сразу? Ну, давай, может быть, пока ты ищешь, я вот сейчас подумала, тоже прочесть пару строк по этому поводу. Конечно. Ну, вот у меня пока еще не на тему лирики, а на тему того, что весна-то у нас какая холодная. И не курится, и не пьется, что ж за жизнь такая? Сердце ёкает, все не имется. Почему? Не знаю. Вот, продолжай. Хорошо, ну, такая сомнительно любовная и сомнительная лирика, Потому что, наверное, в чистом виде, я даже не знаю, есть ли... Не, ну, наверное, есть, конечно. Вот. Ну, такое странноватое стихотворение. Называется «Обрастаю». Радиус сотканных суток тянется к полному пи. Скрипы сатировых дудок лепят лобок из любви. Можешь, отмойся плевками. Хочешь, вздохни и прими. Я обрастаю стихами, ты обрастаешь детьми. Чисел дощатых и тощих четкий стучит звукоряд. Мысли становятся проще, толще становится взгляд. Кузов с корявыми днями, пазуха с мокрой душой. Ты обрастаешь делами, я обрастаю молвой. Важно, смакуя нюансы сквозь многоцветия призм. Чинно цедил декадансы, цепко рубил реализм. Бредил сердцами иными, крысами мерил прибой. Ты обрастаешь чужими, я обрастаю собой. Завтра нас вывернет в неболь, сдует с хозяйской руки. Кормом подножном у неба, отмелью мутной реки. И невесомыми снами в полночь уйдем босиком. Ты обрастаешь корнями, я обрастаю венцом. Ты обрастаешь мирами, я обрастаю концом. Отлично, замечательно, здорово. Вот видишь, я не зря тебя спросила про любовную лирику. Но это любовная? Это да, я прямо ушла в такое настроение. Я думаю, что зрителям очень понравилось. Дим, вот скажи мне, как ты думаешь, будущее-то у поэзии есть? Да есть, конечно. Есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Как же, может, не есть? Конечно. Вот скажи мне, что ты сейчас наблюдаешь в плане именно... Мы немножечко отойдем от музыки и поговорим с тобой все-таки на тему поэзии. Вот что сейчас происходит, что ты видишь? Ну, вот то, что я вижу, это я вижу в Театре поэтов, когда периодически принимаю участие. Я могу сказать, Владимир, конечно, молодец. Он вовлекает нас в молодых процесс, дает нам возможность быть услышанными. И вот, кстати, даже по этому поводу, ты уже был? Скажи мне, пожалуйста, в арт-салоне на Невском 24. Я проходил мимо, то есть заглядывал туда. И не зашел. Не принимал участия. Нет, ну я зашел, заглянул, но я не принимал участия пока еще ни в какой акции. Дима, я тебе настоятельно рекомендую, помимо принятия участия в акциях, вот буквально в следующую среду, 20 марта, в арт-салоне Невский 24, Театр поэтов «Послушайте» вновь реализует проект «Ожди поэзия». И там будут три замечательные девушки, поэтессы, поэта, Стефания Данилова, Мария Покусаева, Юлия Рубина. Их стоит прийти услышать, это нельзя пропустить. В среду, 20 марта, Невский 24, начало в 7 вечера. Вход свободный, пропустить никак нельзя, все приходите. Будем стремиться. Вот, и продолжай тогда, что же у нас происходит с поэзией. И вот помимо Владимира нашего, дорогого поэма, помимо театра поэтов «Послушайте», вот как ты считаешь, люди больше пишут, меньше внимания к поэзии со стороны молодежи? Ты знаешь, я думаю, что пишут, ну вот если даже 20 век весь взять, поскольку он как-то ближе, понятнее, пишут примерно столько же, вот как писали, так и пишут. У меня такое ощущение, да, это мое мнение. Я не очень владею вопросом, на самом деле, просто по ощущению. Другое дело, что сейчас это стало, слава богу, доступней, благодаря интернет-ресурсам, благодаря всяким разным там нанотехнологиям и всему этому. Вот, другое дело, что... Интересуется, интересуется, у нас вот даже сейчас есть, между прочим, звонок. Ничего себе. Вот, послушаем? Послушаем. Алло. Алло, да, мы вас слушаем, здравствуйте, говорите. Алло, Галечка, привет, и Дима, Панов, привет, это Владимир. А, Владимир, здравствуйте. Привет, Володя. Здравствуйте, Владимир. Пожалуйста, поздравляю вот особенно Галю с дебютом в роли ведущей. Спасибо. И у меня такой вопрос, очень, кстати, интересно смотреть, спасибо вам огромное. Вопрос, вот, ребята, мы все мечтаем о чем-то. Вот прошло 20 лет, да, к примеру, в вашей жизни. Вот у вас есть мечты, которые, к примеру, уже, допустим, через 20 лет должны быть реализованы. Можете поделиться? Спасибо. Ну что, как не ответить на такой вопрос? Мечты, они должны быть всегда у человека. Вот, Дима, если позволишь, отвечу первое. Давай. У меня одна из моих мечт, наверное, уже реализована. Я очень-очень много лет просто мечтала о том, чтобы у меня была возможность, помимо человека, который сам пишет и выступает, вот я сейчас именно о поэзии хочу поговорить, приложить руки, можно так сказать, поучаствовать в разработке чего-то нового, современного, но что пойдет на пользу поэзии. И вот сейчас, не так давно, Дима тоже в курсе, мы запустили с ребятами ресурс, новый современный интернет-ресурс. Называется он theblog.ru. На конце кью, ну вот, не знаю, как вам показать, вот так вот это выглядит, можно очень легко найти в интернете. И там вы увидите и своих любимых классиков, и современников, и даже молодые авторы могут попробовать разместить свои стихотворения на этом ресурсе. Там будут и аудиозаписи, и видео, и чего там только нет. Сейчас он уже очень удобный. Ты, кстати, как, Дим, ты есть на The Block? Я вот буду в ближайшие самые дни. Мы очень удачно с тобой сегодня встретились. То есть я там появлюсь, я думаю, дня через два, как-то так. Ну смотри, там все-таки нужно подать заявку и пройти определенный контроль. Вот, и, наверное, это вот мечта, которая, она еще не до конца, но сайт уже существует. Поэтому, да, наверное, одна из мечт сбылась. Дима, твой ответ. Ну, я, конечно, очень сильно, когда вот начал читать книжки активно, там, лет, не знаю во сколько, ну, в общем, с детства, и музыку слушать, я, конечно, хотел этим всем заниматься, заниматься. Это, ну, хорошо это делать, да, то есть уметь вот самовыражаться, чтобы это было не только мне интересно, уметь это подавать, и чтобы какой-то свой собственный язык появился. И, наверное, да, это, конечно, была мечта, и она, ну, во многом сбылась, потому что есть проект Метаноя, группа уже Метаноя. То есть сначала мы в студии работали, писались, сейчас это уже мы концерты играем. Это, по-моему, скоро концерт есть. Да, скоро концерт, 29 марта в здании театра Буф, это пятница, вечер, так что приходите. Там КДЦ Красногвардейский такой, как бы, открылась при театре Буф. Очень прикольное, прикольное место, прикольная будет музыка, и стихи тоже будут, и живьем играть будем. Вот, поэтому, а мечта, если такая, вот на данный момент, да, брать, мне очень-очень хочется, чтобы, вот, взять город Санкт-Петербург, очень много талантливых людей, по-разному талантливых, музыканты, поэты, художники, люди, которые ведущие, да, не знаю, организаторы, но они все как будто вот по норам по своим сидят, и нету вот такой какой-то единой интегрированной этой системы, чтобы можно было все это увязать. Да, мне хочется, и, соответственно, не доносится это до конечного, скажем так, потребителя. Ты видишь, насколько наши с тобой мечты похожи? Похожи, конечно. Потому что вот уже даже сейчас у меня на этом ресурсе, The Block, молодые фотографы имеют возможность также выкладывать свои работы. Да, это идет под эгидой того, что мы совмещаем это с поэзией, ну, потому что это все, это все искусство, оно неотделимо друг от друга. Вот, поэтому давай сотрудничать вместе. Конечно. Конечно, конечно. То есть вот такая мысль, что почему люди смотрят вот там центральные каналы телевидения постоянно, не знаю, забивают головы. Ну, сейчас, понимаешь, дело в том, что я, наверное, с тобой не соглашусь, не только центральные каналы телевидения, сейчас новый век, и это век интернета. Ну, да. И поэтому именно с помощью интернетом вот мы с тобой, такие активисты, можем помогать молодым авторам, молодым деятелям искусства доносить свое творчество до людей, и, в принципе, это же и делает Владимир Антипенко. Театр поэтов послушайте, ищите обязательно его ВКонтакте, не пожалеете, это очень интересно. Вот, такие мы молодцы. Дим, давай еще поэзии. Хорошо. Слишком ранняя Пасха, слишком пропитый пост, Запоздалую лаской я ползу на твой мост, С непонятным оттенком воспаленных глазниц, Бултыхаюсь нетленкой в рукавах твоих птиц. Маясь мелким испугом под подолом луны, Забываюсь досугом в звукоряде вины, Я натреснут, надвыпят, подраспродан, нецел, Из-за шивора цыпят странных лет беспредел. Я застрял в междуречье непонятных эпох, Вековечья увечья в романтический вздох, В поминальные пляски по заплеванным дням, По судьбе без развязки, по корытым мечтам. Обожженное небо, ядовитый язык, И больная утроба ненаписанных книг. Слишком ранняя Пасха, слишком поздний финал, Слишком старая маска, и прошел карнавал, И растеряны перья, и обвисли носы, И аорты без зверия мечут сорны весы. Все резвятся в прибои стаи кухонных крыс, Все глумятся над дноем, чертыхаясь на бис. Слишком ранние слезы, слишком сильная дрожь, Я сосу твои лозы, я зарос в твою рожь, И внутри, и снаружи, сколько ни колоброть, Слишком старые души, слишком свежая плоть. Где помру, там воскресну, на таможне ванал, Затеряюсь, исчезну мелководьем зеркал, Поистерт, поистаскан, подзабит в круговерть, Слишком постная пасха, слишком мелкая смерть. Дим, да, впечатляет, молодец. Все-таки, как ни крути, но авторов нужно слушать вживую. Согласен. Кто-то скажет, есть стихи, которые нужно читать, Сесть дома, сосредоточиться. Нет, я думаю, что раз уж ты начал писать не для себя и не в стол, И имел смелость куда-то где-то выложить, Будь готов читать это все вслух. Дим, а вот давай немножко, может быть, про Питер поговорим. Отлично. Про наш любимый город. Ты как здесь? Всю жизнь? Всю жизнь. Какая-то есть у тебя, может быть, лирика, связанная тоже с городом? Да есть, конечно. И песен много, и стихов много. Ну, я так, не очень много просто стихов наизусть помню. Каюсь. Ну, не хватает каких-то ресурсов. Вот, поэтому, ну, есть, конечно, потому что, и послушать это можно в интернете. То есть, проект Метаноя, вот, или Дмитрий Панов, то есть, как угодно. Можно в ВКонтакте, там, в Ютьюбе, на сайте Метаноя.Инфо. И диски можно приобрести на концертах. Там все, там есть питерские песни, питерская лирика. И на зеблог мы скоро тоже сможем найти. Да, конечно. Правильно? Я думаю, тебя как поэта, а в дальнейшем, может быть, именно группу уже Метаноя посмотреть. А вот Питер, вот он какой для тебя? Какой он? Ты вот что больше любишь? Спальные районы, центр? Да я в сочетании все это люблю. То есть, он вот такой, какой есть, как некая данность. Потому что я родился, уже были, конечно, спальные районы, там, и Купчино, такое странноватое, и все остальное. Поэтому, ну, он, это как данность, да, он такой, какой есть, и здесь либо его принимаешь, либо нет. Поэтому я принимаю этот город, конечно, и очень сложно отсюда уехать куда-то. Ну, вот так, если представить, что ну совсем, да, то, конечно, всегда хочется вернуться, когда я где-то оказываюсь там в других местах. Тем более, и Питер же, он нам помогает творить. Конечно, конечно, здесь очень такое, вот этот гений места, он вообще в полный рост совершенно. Ты знаешь, у меня вот тоже обычно, вообще я в принципе не представляю, как это можно человека, который живет всю жизнь в Питере, спросить, а любишь ли ты город? Вот, это само собой разумеющееся. Я вот вспомнила, я же здесь с тобой сижу, и я тоже поэт. Вот, представляешь, совершенно необычным образом, я не только ведущий, да, но я и поэт. И мне вспомнилось мое стихотворение про Питер, может быть, я думаю, вот как раз его прочесть. Только скажу сразу, Питер я очень и очень люблю. Почему-то не все понимают это стихотворение именно, знаешь, со стороны любви, а скорее вот, ну, наверное, те люди, нас сейчас и смотрят, по большей части петербуржцы, я думаю, они должны его понять. Попробуем вместе. Да. Здесь сыты любят ночью во дворах, мочой и страстью полнятся колодцы, здесь каждый пятый с рифмой на устах, здесь не привыкли часто видеть солнце, здесь небо за решеткой проводов, здесь все еще разборки в коммуналках, здесь если пьют, то до сведения мостов, на разговоры ни о чем, часов не жалко. Здесь продаются люди и мечты, здесь звонко разбиваются надежды, здесь совесть, как нательные кресты, все чаще лишь условность под одеждой, здесь насморк не проходит сквозняки, здесь творчество, скорее, неизбежность, на шансы счастья здесь у многих высоки, но путь к нему порой через промежность, здесь даже крысы понимают в красоте, здесь сумасшедших гениев обитель, здесь все погрязло в элегантной пустоте. Такой он, мой родной, любимый Питер. Да, здорово. Вот понимаешь, есть же красота, есть красота города, которую не описать в каких-нибудь, я не знаю, там, руководителях, в каких-нибудь книжечках, которые ты приобретаешь и думаешь, вот Питер он такой, и только обложка, только какие-то красивые виды фасадов зданий, бесспорно, это все наше, это нас вдохновляет. Но, наверное, как и у тебя тоже, как у такого молодого питерского, ты еще и музыкант, есть своеобразная любовь к этим дворам колодцев. Конечно, конечно, конечно. Сейчас, к сожалению, в центре очень сложно посидеть где-то, наверное, сталкивалась тоже с этим на сеной, там, тяжело посидеть во дворах, потому что везде решетки. Да, это наши, это наша молодость. А когда я, собственно, в начале 90-х сиживал там, ну, то есть, да, там, молодой, ну, наверное, я еще молодой, чувствую себя, по крайней мере, молодым, но я попал вот в эту историю, когда была возможность там, вот, распевать портвейн. В любом дворе там сенной площади, на сенной площади, да, конечно, это любимое все, куда ж тут деться от этого всего. И знаешь, вот твое, твое, я сейчас услышал это стихотворение, я его до этого не слышал, здорово, у меня вот как-то так же. Вот-вот проникся. Ну, здорово, я рада. Дим, хочу от тебя что-нибудь послушать. Можно не о городе раз сегодня? А я вот так, так, неожиданно совершенно родилась, мысль у меня сейчас родилась, да, когда думал, что буду дальше читать. Наверное, в продолжение практически твоему стихотворению. У меня еще очень много связано с поселком Комарова, что недалеко от Петербурга, да, где как раз огромное количество наших с тобой любимых поэтов жило. Жили там и Ахматова, соответственно, и Бродский молодой к ней приезжал, и сейчас там все еще, слава богу, нормально. Ну, я в конце концов там живу. Вот, и, соответственно, вот такое стихотворение, я его читаю иногда на концертах. По тоске пустой да плотской, по глазам зимы, Башлачев ходил, и Бродский проползем, и мы. Зависает в бескультуре интерфейс небес, Под ногами мозги курии и кривой прогресс. Об одном скулят исходе человек и вошь, Нас еще по миру ходят, всех не перебьешь. Пьетарик и ломяки движет наш состав, Все срослось, судьба и знаки, избранность и нрав. Как тут разом не напиться, радость сводит рты, Заросли коросты и лица, да зрачки чисты. Языками колобродит пафосный гундеж, Много вас по миру ходит, всех не перебьешь. Лопухами у дороги отольем вину, Необитые пороги бросим на струну. И пока сосете в клетках быстрые супы, И таскаете в барсетках денежные лбы, Нам гортань от духа сводит, Бьет рожденье дрожь. Нас еще по миру ходят, всех не перебьешь. Мы трухлявая потуга на нездешний свет, Мы незримость вяжем туго вереницей лет. Пусть постой порой уводит в пьянку и дебошь, Нас еще по миру ходят, всех не перебьешь. По нахавамшись сеансу, время по домам, Отломили миру шансу, пали по умам. Деревянные сомнения, диатез урта, Позабудут без зазрения, вспомнят навсегда. И пока в условиях давки мразь терзает кадр, Похмеляются на лавке образ, звук, театр. Полусумрак небо сводит, и луну, и грошь, Нас еще по миру ходят, всех не перебьешь. Замечательно. Вот просто это... Уходит ведь, правда. Это вообще здорово, что ты сейчас прочитал это стихотворение, и действительно у нас так получилось сначала я, ты в продолжение друг другу. Ты знаешь, зря я тебя с самого начала спросила, будет ли поэзия жить. Ведь понятно, что... Она жива, она будет жить, и действительно, скажу тебе, авторов современных сейчас, именно молодых, которые начинают писать, их становится гораздо больше. И я сейчас столкнулась с молодыми ребятками. Ты знаешь, какие у нас талантливые с тобой здесь ходят по этому же городу молодые авторы, которых мы с тобой еще услышим и увидим обязательно. У нас сегодня передача подходит к концу, поэтому я предлагаю сейчас... Давай, наверное, мы с тобой по очереди, я, ты по последнему стихотворению. Давай. Вот, в доказательство того, что все-таки будет, будет все отлично с поэзией. А ты следи, чтобы глаза не слезились, когда идешь по ножам босиком. Храни мечты, чтобы они не разбились от злых умов далеко-далеко. И береги себя в этой дороге, где потеряться порой так легко. Поверь, свобода дается немногим. Раз уж лететь, так лететь высоко. Здорово, спасибо. Дим, давай что-нибудь очень коротенькое от тебя. Коротенькое. Прям вот, давай. Каша-топора называется. Терпкий воздух с никотином и критерии добра, Просят помыслы причины, ищет каша-топора. С кем бы высосать вселенной раскорлупленный желток, Где бы мелочью разменной остудить колеса ног? Непонятный едкий морок, Кратко утро, долог сказ, Радость цитрусовых корок, Пустота упавших фраз. Спасибо. Спасибо. И у нас в гостях был Дмитрий Панов, авторская передача Владимира Антипенко, Театр поэтов. Сегодня с вами была я, Галечка Титова. Не прощаюсь, до новых встреч. И самое главное, помните, поэзия будет жить. Дим, будет жить? Будет. Давай вместе. Поэзия будет жить. Поэзия будет жить. Вот, всем спасибо. Спасибо. Хорошей вам весны, теплой, отличного настроения. Ура. Счастливо.